Привет, ребят! Это у нас игра Clash Royale, и сегодня я хотел бы немного поиграть на моём третьем аккаунте. По-моему, довольно давно не было роликов с него, ну и, соответственно, пора это дело исправлять. Посмотрим сегодня, каково мне, седьмому уровню, будет сидеться на седьмой арене на таких-то трофеях. Насчёт, ребят, моей колоды и моих карт. В принципе, здесь всё на том же уровне, что и было в прошлый раз, а потихонечку стараюсь сейчас прокачивать Хога, остаётся мне найти где-то ещё 23 штуки, и, соответственно, смогу его докачать до шестого уровня. После Хога в планах заниматься фаерболом, ну и, в принципе, вот какие-то такие планы. Что ещё насчёт карт можно было бы сказать, я, в принципе, не знаю. Могу сказать то, что, скорее всего, первой комонкой, которую я буду прокачивать девятого, именно левела, станут, вернее, миньоны за три эликсира. Вот, в принципе, такие новости у меня для вас имеются. Что ещё можно было бы добавить, я не знаю, поэтому предлагаю прямо так сразу, с ходу слёту, пойти в первую каточку, в которой нас встречает восьмой уровень с 2042 трофеях. Окей, давайте пожелаем ему, соответственно, удачки, ну и будем потихонечку стараться побеждать. На этом мероприятии я уже могу сделать связку Хог плюс Мухи, поэтому давайте. Заморозка, следующая карта мне как назло не выпала, идёт она только сейчас, но уже поздно, по-моему. Кстати, довольно-таки кривые стрелы с его стороны, не забрал своими стрелами он одного миньона, вроде как мелочь. Один миньон не попал, бывает, в принципе, ладно, ничего страшного, но нифига подобного. Миньон бил неоднократно и бил довольно-таки больно. Вау. Плохо. А я сделаю сейчас вот так вот, да? Варварами отобьюсь от его товарища-мушкетёра, потом нужно забрать его гиганта, ну и, соответственно, заберём потом дракончика. И вроде как неплохо. Дракончик сам по себе довольно-таки хиленький, как правило, бьёт он не шибко-то и больно, хотя, с другой стороны, практически всю вышку снёс он как раз мне. То есть, не гигант, никто иной, а именно дракончик. И поэтому вот в таких ситуациях, конечно, контрить его стоит. Ну что, давайте тогда доберём у него правую сторону, чтобы потом как бы не прозевать сей момент. Морозить, скорее всего, надо. Не хотел сказать, морозить, скорее всего, смысла особо-то такие нет, но нет. Смысл, оказывается, как вы сами заметили, есть. Отличные, на самом деле, карты сейчас с моей стороны подоспели, потому что миньоны здесь были очень даже, кстати, забираю сейчас его гиганта, потом забираю бомберы, потом забираю мини-пеку. Просто ценой в 3 эликсира забрал столько всего полезного, ну как, столько всего. Мини-пеку не добил, поэтому пришлось скинуть варваров, чтобы не словить кучу-кучу дамага в правую сторону. Отлично, да, противник злится, ему это не нравится, ну, оно и понятно. Так, что будем делать? Варваров он однозначно должен контрить. Мушкетёр, кстати, неплохой. Неплохой для контринга варваров, который ещё и пойдёт на нужную для него сторону. Хорошо, он сделал, но немного я дамага выдал, всё же. Мне почему-то кажется, что сейчас будет такая же сборка. Сборка именно... Нет, она немного иная, но всё же есть и гигант, и мушкетёр. Маленького дракончика нет, как был в прошлый раз, он, соответственно, скинут. Но вышку он забрал, лол. Вышку он всё-таки забрал. Красавчик. Красавчик, братан. Что могу добавить? Морозим. Всё это добро. Мороз, в принципе, относительно неплохой залетел. Фаерболл. Кидать, не кидать? Нет, не хочу кидать. Жалко, жалко, жалко. Мне на это делать Раттелек. Скину здесь, пожалуй, миньончиков. Надеюсь, на то, что я отобьюсь от этой всей дичи. Тут сделаю так, ребят. Тут сделаю так, соответственно. Думаю, получится неплохо. В итоге, конечно, быстро-быстро стараюсь забирать его гигант. И гигант мне очень сильно будет мешать, поэтому нужно забирать его побыстрее. Далее, параллельно с нашим дефом я делаю атаки. Иначе у нас может много чего не получиться. А такой вот ложится. Вау! Какой у него бомбер-то охрененно бомбу кинул. Прямо по всем гоблинам попал. Нифига ж себе. Нихрена ж себе. Там, кстати, миньончиков накопилось довольно-таки много. Вот что хотелось бы вам сказать. Давайте, ребят, знаете, как я поступлю. Я поставлю тут пушку. Пускай она мне хелпует. Ой, не, слушайте, а пушка, походу, зря поставил. Надо было забить на мини-пеку его, на самом деле. Скину, значит, тут варваров, ребят, по-быстрому. Отдефаюсь. Ну, попробую хотя бы отдефаться. Далее делаю так, делаю так. От гиганта я должен сейчас отбиться. Бомбер он только что слил. Это неплохо. Нормально, пока держимся. Морожу. Морожу. Ой, просто, ребят, на соплях. Хог добил его вышку. Охренительно. Я доволен. Хеточка вышла очень даже динамично, эпично. И, в принципе, 29 кубков с нее мы забираем. И точно так же, как и 29 кубков, мы забрали еще и две короны в королевский сундук. Прекрасно. Погнали играть далее. Пока начало серии меня радует. Очередной восьмой уровень. Боже, я реально счастлив. Потому что зачастую меня на этой арене только и делают, что кормят девятыми левелами. Скажи... Что? Арбалет? На деф? Странно. Так вот, скажите мне, пожалуйста, что мне за карты сейчас выпали. Три заклинания и гоблины. Боже. Ладно бы хотя бы Хог и три заклинания. Я бы это еще хоть как-то понял. Но три заклинания и гоблины. Что мне с этим делать, скажите, пожалуйста. Короче, попытаюсь сейчас делать, наверное, идиотскую связку. Но, как бы, выбора у меня особо-таки и нет. А заморозку, наверное, скину здесь, ребят. Попробую все это добро забрать. Забрать, да. Хотел для начала заморозить арбалет, но бьет он не особо-таки и больно. Зато варвары сейчас могут в ответочку немного навалять оппоненту. Пару тысячек мы сделали. И это, в принципе, я думаю, того все-таки стоило. Слушайте, я до сих пор не могу вдуплить, что за колоду у противника. Это арбалет, ведьма, сборщик. Вау, даже так? Нихренаж себе. Ну, смотрите, сейчас он слил довольно много элика. Я не знаю, хватит ли ему на что-нибудь такое годное, чтобы адефцы. Да, ему хватило, как назло. Орда Миндюнов там уже как бы рулит во всю Ивановскую. Стрелы я, кстати, возможно, зря потратил, но не знаю. Что бы вам можно было такого предложить, сударь? Давайте я, наверное, вам предложу пушку. Ну, как вам. А, так вот какая у тебя страта, братан. Нихренаж себе. Это довольно интересно, по-моему. Вам не кажется, ребят? Арбалет плюс голем. И это самое, что обидное, вроде как почти сработало. Потому что что-то он все-таки смог сделать. Я попробую сейчас с гоблинами забрать у него арбалет. Надеюсь, получится. Ну да, получилось. Еще и ведьма, надеюсь, выйдет. Ведьма-то получится? Не, ведьма не совсем получилась. Ладненько, не беда. Слушайте, ребят, ну вроде я что-то сделал такое неплохое. Ой, скелетик сейчас будет больно бить. Я, кстати, возможно, даже вышки лишусь. 200, 150, капец. Накидал он мне хитов довольно много. Вот что хочу признать. Это неприятно. Так, ну что, если что, заморозка... А, заморозку тут даже не понадобится, походу. Или понадобилась она бы. Ладно, не суть. Я как бы зажал ее. Может быть, стоило, конечно, ее тратить. Но я не потратил. Короче, ладно, хрен бы с ним. Ну что, наверное, я скину варваров с этой стороны. Ему нужно добивать. О, боже, что у него за колода такая? Скажите мне, кто-нибудь, господа и дамы. Что это за бред? Просто реально не колода, а дебилизм какой-то. А зачем арбалет? Голем? Кстати, сейчас гоблин вышку добьет. Я прав? Смотрите. Хоп. Хоп. Отлично. Гоблин вышку и добил. Это, мягко говоря, странная колода. Вот что хотелось бы вам сказать. Фаерболом он добирает мое добро. Далее я скину, пожалуй, здесь стрелы. Заберу кучу его фигни всякой. Тут я, пожалуй, скину варваров. Тут, скорее всего, добавлю фаербол. По вышке, по сборщикам и прочему-прочему. Надеюсь, неплохо. Также у меня готов, ребят, хок. Которого я выдам чуть-чуть попозже. Давайте для начала я скину тут гоблинов. Вот так вот, значит. Добавлю здесь, пожалуй, еще миньончиков, наверное, на хелпу в итоге конечном. Так, пушечка залетит. Опять же, на поддержку. Блин, как бы мне сейчас делать-то все так, чтобы вышло красиво? Ну, во-первых, это стрелы. Ну, во-вторых, это варвары. Против его ведьмы. И нужно сейчас как-то... Не, ну, его голем однозначно чисто в сольняк мою вышку не заберет. Но зато фаербол забрал почти всех варваров. Это плохо. Так, смотрите, значит, я делаю вот такую вот связку. Подмораживаю. Это дело гоблина коцают. Бог ты мой, как они коцают стрелы. Пожалуйста, прилетите вовремя. Иначе сейчас Хога просто уже не будет. Да, от Хога уже мало что осталось. Вот в чем проблема такая основная. Что теперь? Теперь довольно рисковый ход. Чисто варвары и, ребят, Хог. Это может не сработать. Абсолютно спокойно может не сработать. А может и сработать. Не знаю. Ой, вот это вот хреново. Хог, сделай тычку, братан. Спасибо тебе большое. Хог, я просто вот люблю тебя, обожаю. Спасибо, ты лучший. Вот варвары приняли урон, а Хог добил вышку. Вот такая вот у меня была тактика. Я просто боялся, что он поставит либо какой-нибудь арбалет свой очередной, либо сборщик, и ни хрена не получится. Но вроде как вышло. Еще две короны залетают. Кстати, по кубкам у нас прям вообще такое четкое число. 2-1-1-1. И остается две короны где-то еще надыбать, и все будет неплохо. Еще один восьмой уровень. Вообще прекрасно сегодня выходит. Прям везет мне сегодня на противников. Девяточек вроде не находит мне игра. И это хорошо. Тут вообще ничего не могу сказать другого. Так, давайте сделаю, ребят, вот такую вот связку. Хог плюс мухи довольно-таки сама по себе неплохая. Она и зачастую работает. Так, ой, отлично, отлично, отлично. Просто охренительный фриз, который подморозил все, что мне только было нужно. И в идеале, наверное, здесь стоит сбросить именно фаербол. Поэтому давайте я этим и займусь. Накрою кучу его карт. Но однозначно его колдуна я буду дефать с помощью гоблинов. Иначе колдун нанесет несколько тычек. Поэтому я делаю так и, лишая его возможности, меня довольно-таки жестко продамажит. Так, еще у него ведьма пошла. Хорошо. Если это ведьма, значит идет намек на гиганта. А гигантам нужно контрить связкой пушка плюс варвара. Да? Кстати, гиганта так и не было. Что довольно-таки странно. Окей, я тогда не буду ничего дефать. Вышка пускай сама как бы потеет тут. Ничего сказать не могу. А я сделаю, пожалуй, только так. Только так. Так, и как обычно, приготовлю фриз. Да, фриз нужно. Блин, 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 блин. А мага я не заморозил. Но я зато забрал его вовремя. Да, я его забрал. Теперь нужно мини-пеку просто уничтожить. Миньончики с этим почти справились. И вышка нам поможет. Прекрасно, ребят, получилось. Но если бы я еще и предвидел то, что он скинет колдуна, я бы дал заморозку еще бы пониже. И хок бы однозначно снес бы у него сторону. Я в этом практически на 100% уверен. Так, ну что. Мне пока скидывать абсолютно нечего. Поэтому я просто-напросто по-идиотскому поставлю пушку. Ага. Восьмой коргик. Ну, наверное, варвары. Это единственное, что мне может сейчас помочь. Я как бы других вариантов не вижу пока. Интересно, это будет коргик плюс, наверное, ведьма? Или ведьма он только что слил? А, нет, это будет коргик плюс бомбер. А вот и ведьма, кстати. Подоспела еще и огненные духи, кстати. Давайте я, знаете, как поступлю. Я скину, значит, варваров тут. Они окружат его коргига. Мы заберем еще ведьму, надеюсь. Не, кстати, ведьму что-то не забираем пока что. Так, все, вышки мы, к сожалению, лишились. Это довольно-таки хреновая новость. Но ничего страшного, потому что в ответочку сейчас мы у него заберем его вышку справа. Это хорошо. Так, значит, смотрите. Прилетает заморозка. Блин, самую малость не ванганул, когда пойдет мини-пека. А мини-пека вообще ему как бы нормально. Он через там кучу метров бьет по моему хогу. Так, а сколько у меня... Ой, кстати, знаете, в чем проблема такая основная? У меня не сваншотит. Не пройдет ваншот по вышке. Если я скину фаерболл. Понимаете, да, насколько все плохо? Поэтому нужен хог однозначно. Я, во-первых, отдефаюсь. Нормально отдефаюсь. Копим на хога, ребят. А пускай сейчас он копит эликсир на то, чтобы отдефиться от связки слева. Смотрите, значит, как я поступаю. Хог добегает. Я здесь морожу слева. А варвары мои заходят на его вышку. Также слева, как вы, я думаю, понимаете уже. Пронесут довольно мало, но все же урона. Скину гоблинов. Тут поставлю пушку против его корги га. Где он есть-то сам? Скажите мне, пожалуйста. Вот он. Варварами довольно быстро сейчас должен его завалить. Там кто у него еще? Маг у него? Я не вижу, кто там у него. Шахтера, кстати, довольно напрасно он там так скинул. Вообще-то было глупым решением, как мне кажется. После этого поступаю так, поступаю так. В руки заморозку, ребят. И заходим. И заходим. Подмораживаем это. Вау. Вот это вот было, кстати, вообще нечитаемо. Я, кстати, вообще даже забыл, что так можно сделать. А он как бы не забыл про это. И это для меня хуже всего. Так, ну что. Мне нужно сейчас обязательно валить его королевского пацана. Иначе проблемы у нас с вами будут. Далее мучу вот такую вот связку. Срочно коплю на заморозку. Морожу. Гоблины, как всегда, в своем репертуаре куда-то там убежали. Хрен пойми куда. Ставлю пушку, значит, ребят. Хок немного прокоцал вышку слева, но мне этого вряд ли хватит. Так, стоп. Варвары. Появляйтесь тут. Ну да, ребят, это, скорее всего, ничья. По-моему, так оно и будет. Да, это конец боя. Ничья. Не добрали мой друг у друга по одной вышке для того, чтобы хоть кто-то из нас победил. Поэтому окончание боя, как видите, таково. Вы, надеюсь, меня извините за такую наглость. Я сейчас немножко попью. Ну и мы, соответственно, продолжим. Потому что я хочу дофармить королевский сундук. Все-таки... А вот, кстати, девятый уровень. Все-таки хотелось бы под конец его открыть. Я думаю, это было бы довольно неплохо. Ну что, давайте, в общем, пожелаем ему удачи. Не знаю, насколько она ему понадобится. Ну, глянем, короче. Так, пушка. Пушка готова. На деф против гиганта подойдет. Прям реально идеально. И, наверное, в параллель можно провести атаку. Как вы думаете, стоит, нет? Или лучше уйти в деф? Ладно, я рискну. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Поэтому давайте попробуем это сделать. Ну, я сейчас говорю про риск. Ой, походу, я зря рискнул, ребят. Теперь у меня два раза больше проблем. Мне нужно думать, чем мне отбиваться от его варваров. Это раз. Бревно. Слушайте, вот это было, кстати, неожиданно. Вот что хочу вам сказать. Серьезно, это было неожиданно. Наверное, фаербула здесь просто-напросто скину. Не буду ничего даже думать. Откидываем его варваров. Ну, и попозже добьем. Кстати, а вот хок тоже не читался, по-моему. Блин. Слушайте, я отдаю ему вышку. Мне здесь ничего не сделать. Пушку ставить уже смысла как такового нет. По большому счету. У нас... У нас траблы. Вот что я могу вам сказать. Это единственное, наверное, что можно было бы вам добавить. Так. Хок довольно много ударов нанес. Серьезно. Много. Проблемы. Проблемы, ребят. Скелетики. Ладно. Ну, скелетики так скелетики. У меня как бы миньончики. Надеюсь, мне холпанут. Короче, ребят, мне сейчас главное накопить по этой стороне юнитов. И мы с вами проведем хорошую контратаку. Я надеюсь. Так, скидываю хога. И давайте. Почапали. Два миньона полудохлых. Понятно. Уже даже их нет. Все хреново. Так. Ну что? Бревно. На полудохлых юнитов. Подмораживаем. Хок прям без хп лупит по его вышке. Старается тащить. Добегает варвар. Хотя бы, блин, ни одной тычки он не делает. Короче, ребят. Давайте так. Я считаю, что я выиграю, если заберу хотя бы у него одну вышку. Потому что я хочу просто взять и открыть кроунчест. Все. Больше мне как бы ничего не интересует. Поэтому такие вот планы передо мной стоят. Так быстро забираем, значит, его гиганта. Соответственно, после гиганта валим его скелетиков. Думаю, должно получиться. И далее должны мы с вами будем залететь на его правую вышку. И, надеюсь, вообще ее в итоге конечном забрать. Да, давайте смотрим. Вау. Вот это, кстати, было тоже неожиданно. До этого я, по-моему, не видел у него ни разу эту самую орду миньонов. Ну, хотя бы вот я заморожу, чтобы вот так вот сделать. Хоть что-то мне душу греет. Потому что я так смогу поступить. Уже неплохо как бы. Так, пушка. С этой стороны гигант на нее агрится. Это прекрасно. Идут с этой стороны варвары. Здесь нужно обязательно дать стрелы на армию скелетов. На, соответственно, толпень варваров. Я думаю, это будет отличным решением. Мы забираем его гиганта. Далее рубим его гоблинов, соответственно. Кривые стрелы. От нашего противника прилетели. Так, ну что. Как вы смотрите на такую связку, как хок, мухи и... Нет, подождите. На такую связку лучше вам сейчас пока не смотреть. Это рискованно. Блин. Противник уже понимает, где я буду ставить пушку. Это плохо, потому что он это понимает. Так, ладно, я забираю. Так, он гигантом не сделал ни одной тычки. Ну как, одну тычку он только и сделал по моей вышке. Это, в принципе, еще нормально. Я подморожу. Обязательно. Докину миньонов с этой стороны, потому что хок будет больно бить. Мухи. Мухи постарались. Сделали все, что от них требовалось. Поэтому пока нормально. Он у меня довольно-таки жестко давит. Не дает мне просто взять и пойти в нападение самому. Это плохо, ребят. Так, делаю так. Значит, делаю так. Фаербол, наверное, мог и не тратить. Мог стрелы, скорее всего, скинуть даже. Ну, ладненько. Не суть. Не важно. Варвары, значит, идут с этой стороны. Тут я кладу заморозку. Морозим. 500 хп просто. Что делать? Как же быть? Так, стрелы. Здесь. Пушка у меня имеется. Давайте на ничью вытягивать. Я уже, думаю, вы поняли, что я хочу сделать. Очередное бревно от противника. Ставлю пушкенцию. Ой, ой, ой. Отлично. Хок согрелся на пушку. Я счастлив. Отлично. Все, ребят. Это ничья. С чем меня, соответственно, можно поздравить. Мы с вами выформили в итоге конечном королевский сундук. И сыграли сегодня 4 боя. Получается, 2 победы, 2 ничьи. По-моему, такого у меня за всю мою историю никогда не было. Чтобы выпуск заканчивался так. Но меня, в принципе, это устраивает. Потому что, по большому счету, покупкам я вырвался вперед за данный выпуск. И с вами еще и королевский сундук. Сможем открыть под конец. Поэтому давайте этим и займемся. Немножко золота. 2 гема. 10 скелетиков, которых я перестал прокачивать. 17 огненных духов. 25 королевских гигантов. Ну и, соответственно, 6 карт трех мушкетеров. Лучше бы так, хогов мне давали, нежели чем этих самых трех мушкетеров. Поэтому, ребят, вот как-то так мы сегодня с вами и поиграли. Я буду крайне надеяться, что данный выпуск вам понравился. Каким-то таким образом я и сижу на этой самой седьмой арене на моем третьем аккаунте. Поэтому, если у вас также седьмой уровень, ну, примерно такая же прокачка карт, то знаете, чего вам здесь стоит ожидать. Все, ребята. Большое спасибо, что смотрели. Всем желаю счастья, удачи, здоровья, всего самого лучшего. Увидимся с вами в ближайшем будущем на новом ролике. Всем, ребят, пока-пока.